Государственную поддержку бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе обсуждают сегодня во Владикавказе. Для этого в республику приехали представители федеральных министерств и крупные предприниматели. Будет подписан ряд соглашений, проведут круглые столы. Площадки форума разместились в Северо-Осетинском госуниверситете и в Доме правительства. Там сейчас работает наша съемочная группа. На связи с нами Генриета Албегова. Генриета, здравствуй. Мы ждем информацию об участниках и программе мероприятия. Здравствуйте, Марьяна. Участники форума начали собираться еще за несколько часов до его начала. Северная Осетия впервые принимает окружную конференцию по развитию малого и среднего предпринимательства. Для этого в республику приехал министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максим Паршин. Сегодня здесь и представители банковского сектора и бизнес-сообщества. Все они собрались для того, чтобы обсудить виды государственной поддержки и на что конкретно может рассчитывать предприниматель. Видно, что роль малого и среднего бизнеса в экономике в целом растет. А в Осетии, особенно в последнее время, мы видим увеличение деловой активности. Появляется много предпринимателей, которые хотят либо начать свое дело, либо развивать свое дело. И наша общая задача создать такие условия, когда начать свое дело будет просто, вести комфортно, чтобы в целом среда была очень благоприятна. Поэтому тот факт, что сегодня у нас в республике собрался такой представительный коллектив профессионалов, говорит о том, что нашим предпринимателям есть на что рассчитывать. Мы очень надеемся и на появление новых форм государственной поддержки, на увеличение доступности финансирования и появление новых площадок для ведения бизнеса. Буквально полчаса назад началось пленарное заседание с участием глав субъектов СКФО. Регионы презентуют свои инвестиционные проекты, которые могут получить кредит на гарантийную поддержку корпораций малого и среднего предпринимательства. Участникам также расскажут о возможностях портала «Бизнес-навигатор» малого и среднего предпринимательства. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью портала можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах и участвовать в закупках крупнейших заказчиков. Портал «Бизнес-навигатора» значительно может облегчить открытие либо нового бизнеса, либо расширение уже имеющегося бизнеса тем предпринимателям, которые думают об этом. Благодаря порталу «Бизнес-навигатора» вы можете выбрать оптимальный вид бизнеса, который будет востребован в том или ином районе. Вы можете составить бизнес-план, можете оценить возможности своего бизнеса, оценить наличие конкурентов в том или ином бизнесе, в том или ином районе города. Вы можете подобрать имеющиеся свободные помещения. Сегодня также планируется подписание соглашения между Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, Северостинским государственным университетом и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства. Стороны намерены взаимодействовать в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе и среди молодежи. Марьяна. Спасибо, Генриетта.